Девушки отдыхают Друзья, перед каждым из нас рано или поздно встают вопросы, которые могут изменить нашу жизнь, если мы найдем на них правильные ответы. И, как правило, эти вопросы возникают для каждого из нас тогда, когда мы определяемся с нашим жизненным путем, в самом начале. Мне интересно, что наш сегодняшний гость — молодой человек, который, слава Богу, нашел ответы на волнующие многих из нас вопросы. У нас в гостях сегодня Антон Бормотов. Он расскажет о том, как Бог ведет молодых людей, какие вызовы, какие испытания встречаются в жизни людей, которые даже, можно сказать, с детства имели возможность приобщиться к Богу, к Его истине, к Его Слову. Антон, рада вас приветствовать у нас в гостях. И спасибо вам за искренность, за пытливость, за деятельность. Вы являетесь служителем в церкви в Санкт-Петербурге «Слово жизни». У вас много идей, много проектов. Мы об этом поговорим в нашей следующей, другой программе, которая называется «Жизнь в призвании». Антон, расскажи, пожалуйста, чтобы мы познакомились с тобой ближе, как ты пришел к Богу, чем была твоя жизнь до, чем она стала после, были ли какие-то этапы. Или когда человек приходит к Богу, это сразу как в сказке, да, там они поженились и жили долго и счастливо. Я очень, во-первых, почтен тем, что я могу быть с вами здесь и делиться своей жизнью, да, своей историей. Мой такой жизненный путь, связанный с Богом, начался в раннем для меня возрасте. Мне было 8 лет, и наша жизнь, она тогда была такой непростой. У нас был тяжелый момент, прям семейный тяжелый момент, чтобы, ну, больше его понять. Моя мама родила меня в 21, по-моему, год, у меня еще две сестры было тогда, двойняшки. А мой отец, он очень сильно был зависим от алкогольной зависимости. С самого начала семейной жизни. Да, прямо с самого начала. Я родился, и, допустим, там, я помню, мне рассказывала его мама, моя бабушка, что там его две недели не могли найти, потому что он где-то пил, в общем, с друзьями, как бы празднуя это событие в своей жизни. Вот, и, соответственно, я помню, если про ранние годы свои, там, я не знаю, сколько мне было, но я помню постоянно драки, нападения на маму с ножом, там, прям, я помню, как мамина джинсовка, она была ножом так вот изодрана, изрезана, да. И я помню, допустим, я, ну, мои сестры, они младше меня на полтора года, я не помню, я был, допустим, в первом классе, скорее всего, шел в детский сад за своими сестрами, да, двумя двойняшками. Они помладше, чем вы? Да, на полтора года младше. То есть они меня буквально на год младше, я шел за ним в садик и шел домой, и возле двери, буквально на втором этаже, я видел своего отца, который просто лежал без сознания, пьяным. Дома не было мамы, мама работала, папа не работал обычно, он либо работал, ну, две недели, и там, уходил или его выгоняли, я уж не знаю. В общем, на маме была большая такая ответственность, лежала обеспечивать семью, как-то разбираться со своим мужем, кормить детей, обучать детей. И в итоге мама, она оказалась в очень тяжелом таком состоянии внутреннем, она мне потом уже рассказывала, что она думала о суициде, она думала дома включить газ, и чтобы мы все просто, нас не стало, потому что она не знала вообще там, никакой перспективы в жизни не видела, не знала, что с этим делать, как дальше жить. От родственников почему-то на нее было давление. Давление в какую сторону, что от нее ходили? Ну, будто бы мама может что-то изменить вот в жизни отца, как бы, что она что-то делает. От его родственников или от его родственников? От его, да, в большей степени от его. И поэтому она в таком состоянии находилась, и в 1994 году летом она решила развестись. И мы вот так вот уходим из дома, папы где-то опять нету. Вам сколько тогда было? Мне было 8, и сестрам 7. 7. Нет, тогда им еще 6 было, это где-то июль 1994 года. И мы уходим просто вот в один день из дома к родителям мамы, и уезжаем в Крым, как бы отдыхать там к родственникам. Вот в таком состоянии была моя мама, то есть она была очень подавлена, вообще потеряна, да. И не знала никакого выхода, думая о суициде, не знала, что и делать. И вот мы, отдохнув в Крыме, возвращаемся в поезде домой, едем, ехать нужно было трое суток. И я помню, что я лежу прямо на второй полке, на верхней полке в поезде, и мама общается с какой-то женщиной и сильно рыдает, вообще. Она рыдает, не может остановиться, там буквально целый день, она просто вот так вот вся была залита слезами. Я, конечно, часто видел маму в слезах в тот период жизни, но... Но этот случай запомнился особо. Что-то было, да, особенное. Я сейчас могу это истолковать, потому что я понимаю, что мама, она услышала радостную весть, что кто-то ее любит на этой земле, в этом мире. И этот кто-то, это Бог, и он может дать ей надежду, может изменить ее ситуацию. Ее сердце, как я понимаю, было вообще разбито от божественной любви, которую она тогда совсем не переживала, ниоткуда, ниоткуда. И вот мы приехали в свой город, Нижний Тагил, нашли там церковь и присоединились к церкви. И это стало таким переломным моментом в жизни вообще вот вашей, ваших сестер и мамы, конечно, как той, которая заботилась о вас и была, в общем-то, вашей семьей, правильно? Да, да. Получается, мы стали частью большой семьи. И тут уже мама, как бы, конечно, сложности не ушли сразу, но она вот как бы вот в этом состоянии оказалось много людей, тысяча людей, там большая церковь была. Которые могли ее поддержать, разделить вот этот глаз, да? Да, которые молились за нее, которые были, возможно, в такой же ситуации с своими мужьями. И мы стали частью семьи, и, конечно, ее сила, они как бы воскресли так вот, она внутренняя просто радость пришла в ее жизнь, мир, как бы вопреки ситуации даже. Но и, по сути, Евангелие пришло в наш дом, ее родственники начали спасаться, брат, мама, папа, тетя, сестра, все начали спасаться. Они видели изменения в ней, они понимали, что это реальность, которая изменила их. Но, возможно, и что-то увидели, потому что, наверное, они увидели, как ее внутренний мир поменялся, и она принесла вот эту вот радостную весть, которую сама услышала, вот в семье своих родных, которые, оказывается, тоже это ждали. И я очень рад, конечно, этому. И вот здесь тоже хорошие вещи начали происходить в нашей семье. Мы соединились, начали вместе, мама вместе с папой жить, ну, соответственно, вместе все. До этого она молилась, да, и как-то они пришли к какому-то консенсусу? Да, я помню, прям мы подходили, то есть мы жили тогда с бабушкой еще, видать, мы только приехали, у меня такие обрывочные воспоминания. Мы приехали, я помню, мы стояли возле дома на улице с мамой, вот так вот держались за руки, я, две сестры, мама, и молились, видать, за папу. Вот, и, конечно, видать, наверное, подключились люди, которые молились, они, наверное, общались, и я так понял, что папа, он тогда поставил точку. В своей зависимости? Да, и он пришел в церковь, и он крестился, вот, и мы начали, нам дали новую квартиру, мы начали вместе жить. Это, конечно, это самый лучший период в моей жизни, то, что я могу вспомнить. Все остальное было, ну, ужасно, страшно. И вы увидели полноту спасения и того, что Бог может привнести в жизнь человека. Да. И я знаю, что ваша история с отцом, к сожалению, закончилась трагично, и это наложило отпечаток на ваше формирование, да? Когда вы, вот, вы можете выделить в своем духовном становлении определенные этапы? Я расскажу вначале историю, да, вот, что с отцом дальше происходило, да, что в нашей семье дальше происходило. Семья, вот, по линии отца, они не были, не обратились к Богу. И, конечно, там все связано с алкоголем, там все было пропитано этим. И я так понимаю, что вот он наступился, начал выпивать, и все. И, как говорит Иисус, что если враг придет и увидит дом выметенным, чистым, приготовленным, он приведет семь злейших. И семь злейших пришли в его жизнь. И все стало намного хуже, чем раньше, к сожалению. Но мы уже были с верой, конечно, с Богом. И отец рано ушел из жизни в итоге. Да, и он начал петь очень сильно. Он вообще по виду превратился в человека, как будто у него нет места, где ему жить. Как бездомный выглядит. Да, он выглядит как бездомный. Хотя ему было 32 года, там, 31 год. И у него начался цирроз печени. Я помню, мы ездили к нему в больницу, он весь был желтый. Потом его выписали, но цирроз не вылечить. Он, в общем, страдал дома. Я помню, как он лежал, прям, мама опять работала. Он лежал так вот, загибаясь от боли, невыносимой, скорее всего. Я шел и готовил какую-то там ему еду. Помню, варил картошку. У нас особой еды дома-то и не было. То есть, получается, что так, что мне нужно было о нем заботиться в таком возрасте. И, в общем, его внутреннее состояние приходит в такое удручение, в такую безвыходность, безнадежность, что он решает покончить жизнь самоубийством. И вот однажды утром, когда я был на уроке английского языка в школе, забегают в аудиторию ребят из соседнего двора и кричат «Твой отец повесился». Вот. Для вас это стало переломным тоже моментом в жизни, конечно, да? Переломным. Когда ты в таком, как бы, в какой-то степени в аду находишься, вот дома, да, когда тебе домой не хочется идти, когда от отца нужно защищать отца, себе и свою семью, в таком особенно раннем возрасте. Такие противоречивые, к сожалению, происходят переживания. То есть, у меня не было скорби, к сожалению, потому что отец не принес мне хорошего наследия. Он принес страх, нищету. Страдания. Страдания, да. Это какие-то постоянные события, непредсказуемость вообще крайнюю, безумную, которую дети не должны переживать вообще. Поэтому это событие, оно в какой-то степени мою жизнь развязало, в плане того, что я смог, ну, как-то, как бы удерживающий, что ли, ушел из моей жизни, который меня освободил больше быть в церковном... Развиваться уже, да? Развиваться, да. Но с этого момента началось вот моё воцерковление. Я стал больше в церкви, больше среди друзей. И больше среди людей, с которыми вы могли действительно развиваться. И узнавать вообще, кто вы есть, получается. Да, да. Не просто защищать своих близких. Войти в своё призвание, да, входить в служение. Ну и на самом деле, то есть, как бы вот это, что я говорю об отце, не казалось таким трагичным и ужасным, да, вот то, что радость смерти там. При этом я его очень люблю. Я, ну, я как бы... Переживали долго этот... Нет, я, к сожалению, не переживал. Я уже вот в осознанном возрасте понял, что отец, он не стал для меня отцом, которым мне нужен был. Но если бы он был такой, какой есть сейчас, вот тот же самый, я бы всё равно его любил. То есть я не обижен на него. Я его люблю, мне его не хватает, его слов там каких-то, да, которые бы он мог как отец сказать в мою жизнь. Мне этого не хватило. Но зато в моей жизни это подняло послание в противовес вот этой безотцовщине, в которой я вырос, чтобы поднять как тренд саму тему отцовства. Я рад, что я сам стал отцом уже. Я безумно люблю своего сына. Я хочу сделать его жизнь уже другой. Я хочу быть отцом, которым он будет гордиться, и который восполнит все его нужды. Спасибо за эту часть вашей истории. И мне кажется, здесь можно почерпнуть надежду и очень сильную уверенность в том, что Бог не оставляет своих, что он может исцелить такие раны, которые невозможны человеку, которые невозможны близким. И даже порой семье, как бы они ни хотели, но человеческих сил недостаточно, чтобы исцелить раны сердца, которые могут кровоточить годами. Это делает только спаситель, и он тот, к которому стоит прийти, потому что он знает, как поднимать из рва. И Антон сейчас поделился о том, на самом деле, о многих размышлениях, которые он осмыслял после ухода отца. А как же так, когда его отец вроде бы пережил спасение, но как он все-таки не удержался на этом пути, который для Антона и его родных стал путем жизни. Антон, я вижу у вас обручальное кольцо, на вас свитер с надписью «Отцовство в тренде». И наш второй вопрос, он связан как раз с семьей. С тем, чтобы вы рассказали историю, как давно вы хотели вообще создать семью, как вы нашли свою любовь, какие шаги вы делали к ней, и в чем вы считаете залог семейного счастья. Вот в свои 32 года что вы поняли к этому времени? Начну с истории. Когда мне было 25 лет, я был вот так вот с головой в служении, в молодежном служении. Я был молодежным пастором в церкви в своем городе. В Нижнем Тагиле тоже, да? Да, в Нижнем Тагиле. И мой пастор, у него был юбилей, он пригласил меня на юбилей как одного из служителей. И на этом юбилее, на этот юбилей пришли его родственники. У него большое семейство. И на этом юбилее была моя будущая жена. Она является его племянницей. Но я вначале ее рассматривал как служитель. То есть я помогал им в церковице стать частью церкви. Там несколько сестер, там братья. И интересно, что... Я вообще не думал тогда о семейной жизни, о том, чтобы жениться, не думал. Потому что я был сильно... Мои мысли заняты были служением Богу. Но буквально через месяц после нашего знакомства и ее воцерковления в нашу церковь, Дух Святой во время моей обычной молитвы говорит мне... Точнее, я просто, находясь дома, молясь, ко мне приходит знание, что Мария будет моей женой, которая меня просто в ступор привела. Я остановился, сел. Господь, я не понял, это ты? Но к тому времени я уже понимал, когда Бог говорит. Мне было сложно этот голос перепутать. Но к этим откровениям я относился очень-очень так осторожно. Я думаю, что так и нужно к ним относиться. Да, да, это правда. И я говорю, хорошо, Господь. Вообще, как бы я не думал в этом направлении. Но если это ты, то дай мне подтверждение. Пусть моя мама подтвердит это слово. Мой пастырь подтвердит это слово. Ну и когда, если я буду ей делать предложение, что она мне скажет да. И вот я начинаю работать с этой стратегией. Я разговариваю с мамой. Мама говорит да. То есть ты рассказал, что ты услышал в молитве, что вот Мария или нет, или как? Ну нет, я немножко по-другому. Но тут, смотрите, тут такая ситуация, когда Бог о чём-то говорит, но мне нужно тоже, мне же нужно будет жить с ней. Мне нужно принять решение самому. То есть хочу ли я с ней провести свою жизнь. И я вначале, я начинаю её лучше узнавать. Я с ней созваниваюсь. Я ей там, ну, покупаю Библию. Это как повод встретиться. Но это происходит за месяц буквально, в следующий месяц. И вдруг я понимаю, я хочу, чтобы она была моей женой. Я чувствую, что она очень надёжная, как христианка, посвящённая Богу. Я хочу с ней провести свою жизнь. И всё, тогда я решаю. Бог, я хочу. Да, ты говоришь, да сначала Богу. Да, 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 что я хочу. А Бог мне подтверждает уже, Он уже подтвердил это. Я тогда проверяю слово от Господа. Я встречаюсь с мамой, она мне говорит, да. Потом с пастором, он говорит, да. Я решаю быстро сделать предложение. Она вообще не подозревала. Вообще у неё даже мысли не было, потому что она тогда заботилась больше о своей душе, об отношениях с Богом. Я её приглашаю в кафе. Неожиданно позавтракать. Я говорю, давай я тебя угощу завтраком. До этого я покупаю кольцо. Ну, покупаю завтрак в кафе. И неожиданно достаю кольцо и делаю ей предложение. Выходи из-за меня в зал. Сюрприз, сюрприз. Это через два месяца после знакомства. Через месяц после слова от Господа. И она вообще в шоке. Я даже смеюсь от того, как она в шоке. Я понимаю её. Состояние. Да, да, да. Просто это неожиданно для неё вообще. Но Господь мне дал такую благодать, какой-то такой крайней целеустремлённости, такого уверенности внутренней. Поэтому я так, ну, действовал очень решительно. И она, на моё удивление, крайнее, она мне говорит, мне надо подумать. У меня это вообще очень, как бы... Третий признак сбился немножко. Ну да, я начал немножко переживать. Но хотя просто меня, ну, как бы удивило, что тут ещё думать, такое предложение о жизни. И она думает, мне сложно заснуть в ту ночь. Может быть, ей тоже, не знаю. Ещё не выяснили. Ну, я не помню. Я думаю, что да, по-моему, да. И она мне на следующий день говорит, да. Вот. И так вот мы начали... Очень интересно, кстати, потому что действительно молодые люди склонны искать символы, признаки. И у вас это очень здраво происходило. Так что спасибо за эту часть истории. И в 25 лет, значит, вы 7 лет женаты, да? Примерно, получается. Восемь. Восемь. Будет в июне, да. Сколько у вас детей? У нас сейчас один сын, Мартин, которого мы ждали 6 лет. И в мае будет дочка Моника. Поздравляю. Поздравляю. Это чудесно. Вот имея уже опыт такой счастливой семейной жизни и отцовства, которое возрастает в своей ответственности, скажите, в чём вы видите важные ключи вашего отношения к жене, её к вам? Да, вот в чём самые главные моменты, которыми вы хотели поделиться? И вы считаете, что они являются важнейшими в том, чтобы ваши отношения всегда развивались и были открытыми? Ну, на данном этапе, мне кажется, то, что для нас очень актуально, да, это то, чтобы находиться в одной лодке и смотреть в одном направлении. Для нас это, наверное, ключевое в данном периоде. Единство жизненных ценностей, можно это обобщить, да? Да, да, да. Это сильно связано с моим призванием, чтобы моя жена Мария, которая разделяет моё призвание, она была со мной в одной лодке и смотрела в одном направлении. И вот одно это уже приносит в семью, в отношения очень сильную гармонию, единство, взаимопонимание, какое-то взаимоуважение, взаимопочтение. И я думаю, что в семьях, где вот здесь вот есть какая-то сложность или проблема, вот вместе с этим приходит много раздоров, разногласий, какие-то сложности в отношениях, ну, где-то столкновение интересов. Вот. И то, что можно сидеть в одной лодке и смотреть, и двигаться в одном направлении, это сильная победа, мне кажется, для каждой семьи и для нашей в том числе. Скажите, вот вы через два месяца после знакомства с женой сделали ей предложение. Сколько времени прошло до того, как вы женились, и какие именно вопросы вы старались проговорить, может быть, прояснить каждый для себя и, может быть, договориться? Сейчас вы в лодке, а тогда вы были ещё на берегу. Да. Что важно, были ли какие-то условия с её стороны или какие-то пожелания с вашей стороны, которые для вас были очень важными? Да. Но тогда, мне кажется, моя жена, она не сильно понимала, во что она ввязывается. Ну да, она была молодой ещё, верующей, да? Да. Но она из верующей семьи, кстати. Не так уж она была молодоверующей, но она из такой консервативной среды, пятидесятнической. Наш взгляд на служение вот такого харизматического движения, он сильно отличается от традиционного пятидесятнического. Поэтому её взгляд был один, мой взгляд был другой. Но я хотел ей показать мой взгляд. И поэтому я ей задавал такие вопросы. Дорогая, если Господь мне скажет поехать в Индию на служение, на миссию, ты поедешь со мной? Для меня это было важно. Она говорила да. Уже после того, как она дала вам генеральное да, чтобы... Да, 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 да. Мы вот такие моменты проясняли. Ну и мой пастор, её дядя, он говорил тоже о таких моментах, помогал нам их как бы... Найти, как бы да. Акцентировать на них внимание, да. И чтобы мы серьёзно, вот в частности моя жена, тогда ещё невеста, она ну прям очень понимала это всё, что моя жизнь, она связана со служением, с полным служением, с полным посвящением. В ней может быть непредсказуемость, в ней есть место, когда Бог говорит так, как мы не планировали, нарушая наши планы. Но его план всегда намного лучше, конечно же. И вот наши вопросы были в основном связаны с этим. Вы просчитывали как-то до свадьбы, говорили ли вы, сколько вы хотите иметь детей, и как вы можете делить финансы, например? Мы говорили о детях, но не так прям, без особого просчёта, но моей жене был интересный вопрос. Дело в том, что моя жена, она первая в семье, где после неё ещё 9 детей. На её долю легло воспитание, забота, уборка дома, и так далее. Она уже к 23 годам или 22 годам, когда мы поженились, она устала уже. От детей. От детей, да. Очень сильно. И поэтому она смотрела на свою жизнь, что у неё будет один, ну, два максимума ребёнка. Поэтому вы решили этот вопрос, проговорив, довериться Богу в том, что у неё должно всё-таки тоже ответное желание появиться, да, наверное. Ну, да, в одном мы точно сошлись, что у нас будет один ребёнок, как минимум. И у меня было слово от Господа, и мы его долго ждали. Это отдельная такая история интересная. И сейчас у нас будет вторая, второй ребёнок, и моя жена рада этому тоже, слава Богу. А что касательно финансов? Потому что есть несколько точек, скажем, волнений, таких конфликтов в семье, и тем более в семье служителя, который живёт по вере, что для большинства нормальных людей это просто нонсенс какой-то. Ну и действительно это сопряжено с риском, с какой-то неопределённостью. Да, да. Но на тот момент у нас не было так сильно много мудрости. Этот вопрос проговорить как-то ясно. Да и у меня не было зрелости, если честно. Вот какому-то формату мышления вот в этой сфере, мне кажется, максимально здравому я пришёл уже, будучи в семье. Поэтому мы не проговаривали. И буквально под занавес могли бы вы кратко сказать, что для вас является важным в поиске вашего призвания. Как бы вы сказали молодым людям, а я уверена, что вы с ними общаетесь, как войти в своё призвание? Я желаю всем молодым людям научиться говорить о своих мечтах. Мечтать, говорить, признавать свои мечты. И как бы вот извлекать их из своего духа, из своей души. Писать о них. Я вижу, как много молодых людей сильно не верят в себя. Не верят и не думают о своих мечтах. Думая, что это что-то далёкое, и нереальное. Но я в своей жизни увидел, как мечты, они реализуются. Я хочу сказать больше, что я верю, что когда мы начинаем понимать свои мечты, это даст нам возможности понять наше призвание. Потому что наше призвание лежит внутри нас. И оно сокрыто в наших мечтах. Когда мы смело начинаем мечтать, писать и видеть свои мечты. Господь, чего я хочу в своей жизни? О чём я мечтаю? Что сейчас кажется невозможным, невероятным. И когда мы их говорим и пишем, мы тогда можем прочитать своё призвание. Увидеть маяки, к которым нам двигаться дальше. Сотрудничая с Духом Святым, слушая его голос, понимая сезон, который сейчас в моей жизни. И делая так вот шаг за шагом, двигаясь своим призванием. То есть самое главное, мечты, признавать их, проговаривать их, чтобы самому даже услышать. Да, и общаться с Духом Святым. Вы определились со своим призванием? Или вы думаете, что будут его ещё какие-то грани и направления раскрываться позже? Я, знаете, я в этом вопросе, я понял, что у каждого человека есть идентификация, такая божественная идентификация, кто он. Я понял, кто я. И я понял, что вот с этим со всем связано будет моё призвание. Это быть человеком пробуждения. Всё, что я делаю в своей жизни, оно всё связано с этим. Так или иначе. Помогать пробудиться церкви и принести пробуждение в наши города. Спасибо. Спасибо, Антон. Друзья, мне кажется, это достойная, честная, интересная программа. Пусть она будет благословением для вас. С вами беседовал и открыл вам свою душу Антон Бормотов, Человек пробуждения. Спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует...